Доброе утро! Эфир телеканала продолжает выпуск новостей в студии Гор Матаев. Прямо сейчас начнем с главных новостей. В Алтайском крае завершено благоустройство 11 общественных территорий и 14 дворов, которые выбирали для проведения работ сами жители края на голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом речь шла на оперативном совещании в правительстве региона. Среди благоустроенных территорий зона отдыха вселенной Вичиха, сквер семьи в рабочем поселке Степное озеро, центральная площадь в селе Табуны, пешеходные зоны Валейске, Белокурихе, Яровом, Зминогорске и Затосибирском. Всего в плане на этот год 125 объектов для благоустройства. Кроме федеральной поддержки в размере более полумиллиарда рублей выделили и краевые средства для крупных проектов в Барнауле, Бейске, Заринске, Новоалтайске и Рубцовске. На особом контроле краевого минстроя проект по благоустройству парка-набережной на правом берегу реки Аллей в Рубцовске. До недавнего времени работы там были затруднены из-за подтопления. Была затруднена работа тяжелой техники, принято, состоялось совещание, принято решение о подсыпке дороги в пойменной части в ускоренном темпе продолжить реализацию данного проекта. Но на объекте на данный момент погружаются сваи. В минстрою добавили, что проектное решение предусматривает особенности территории, поэтому в будущем с объектом никаких проблем быть не должно. Проект парка-набережная в Рубцовске победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, поэтому удалось привлечь федеральное финансирование. Ремонт лестницы проведут в Нагорном парке Барнаула. Для этого администрация города готова выделить почти 250 тысяч рублей. В планах демонтировать поврежденные участки бетонного основания, положить заплатки и заменить старое резиновое покрытие на новое. К реализации проекта приступят только после подписания контракта с подрядчиком, поиск которого активно продолжается. Помимо новой лестницы, в парке должен появиться бронзовый макет карты Барнаула 60-х годов XIX века. 155 лет назад в столице Алтайского края открылось Барнаульское духовное училище. Двухэтажное каменное здание построили по заказу Томской духовной консистории в 1869 году на главной улице города. Все подробности расскажет Анна Казанцева. Ровно 155 лет назад в нашем городе открылось Барнаульское духовное училище. Это здание спроектировал архитектор Шульдаль Николай Борисович. В возрасте 29 лет он вступил в должность помощника архитектора алтайских заводов. А уже через два года, в 1855 году, он стал исполнять обязанности уже самого архитектора. Здание училища, которое находится за мной, было построено по заказу Томской духовной консистории. В 1869 году на тогда главном проспекте Московском, ныне проспект Ленина, выросло двухэтажное каменное здание. На главных фасадах преобладают мотивы древнерусской культовой архитектуры 18 века. Здесь также можно найти и псевдоборочный стиль. Четко видна характерно тонкая прорисовка деталей. При училище также была домовая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Кто же преподавал в духовном училище? Зачастую здесь работали люди, имеющие семинарское образование. Многие из них были кандидатами богословия и имели церковные и государственные награды. Стоит сказать, что помимо специальных богословских дисциплин, здесь преподавались и общеобразовательные науки. На протяжении 50 лет именно духовное училище обеспечивало приходы Барнаульского уезда и Томской губернии священниками и диаконами. Это здание пережило один из сильнейших пожаров Российской империи, который случился 2 мая 1917 года. Конечно, оно достаточно сильно пострадало. Именно поэтому 6 лет спустя его реконструировали. Именно тогда оно достаточно сильно изменилось. После реконструкции здесь появились четырехскатные купола вместо восьмигранных башен. С приходом советской власти Барнаульское духовное училище было закрыто. Анна Казанцева, Алексей Михайлов. Новости. К этому часу у меня все. До встречи в эфире.